здравствуйте дорогие друзья и гости канала рад вас приветствовать ветер дожди не дают никак работать когда дождь нужен его нету конечно стараюсь не ругаться на него чтобы он вообще не обиделся а то летом потом не будет после того как я получил плуг уже прошло больше недели а испытать его я не толком и не успел погода не дает заехал там два прохода сделал чуть-чуть поломался начал у меня трактор сбоить но это отдельная тема для разговора что хочу сказать про плуг на глаз выставил я его заехал опустил в землю он залез пашет начал я регулировки крутить все шикарно все вообще регулировкам поддается очень хорошо что мне плуге нравится что не нравится ну пока он толком земли не видел что можно что можно сказать да конструктивно да вот есть у него угла сним и вот они стоят и я как бы еще сильно не касался к этому делу но визуально видно что они стоят чуть-чуть по-разному тот ну вот видно да если спрятался ну у этого как-то он по корпусу так идет лучше а этот видно задранный на сантиметр не знаю либо отверстия промазали это мелочи как бы на такое сильно и обращать внимание не хочется ух в краске сюда же не стерся ну нос лемеха только чуть-чуть обтерся и все по плугу какие у меня есть к нему претензии одна из претензий то что поляки делают на 22 трактора на 28 посадочные места на навесном у украинских производителей плуги которые в украине комплектуются делаются они комплектуют на 28 под нашу навеску делают мне предлагали говорили какой хочешь такой и поставим плуг 14 года в работе не был попутешествовал его пошкрябали видно так сеточка на краске ну мелочи люди я зашел на OLX польский именно польский OLX и посмотрел там плуги там такие плуги люди бушные продают и 70-х годов выпусков и 60-х годов выпусков у него вообще название краски даже не поймешь он ржавый целиком но он комплектный нигде не вареный все работает если этот плуг хотя бы чуть-чуть сохранил традиции изготовления то я думаю он будет работать нормально толщина металла здесь приличная то что можно визуально увидеть вот видно плита корпуса да какая массивная такая сантиметры мерять не буду все это мелочи некоторые различия есть вот у этого плуга сзади есть крепление вот знак не габарита по правилам дорожного движения его нужно и у нас даже цеплять должен здесь знак висеть потому что у меня было когда-то случай ехали мы с кумом на тракторе у него ну нарисовали табличку этом нашел железяку ему мы приварганили красно-белую такую табличку сделали все как бы ничего не предвещало беды ну до первого гаичника может если бью блин не было никто и не обратил внимание но она была и он подошел и говорит а что это у вас такое висит сзади на плуге ну табличка не говорит он говорит а размеры размеры не соблюдены и давай нам короче нашел до чего доколупаться так что вывод либо ставить табличку либо такую как положено либо вообще никакую не ставить из вот эта штуковина типа вот это для баронки я так и не понял как не пользоваться понял одно что все переделают и делают по-своему разные конструкции но вот эта штука на не работает с этим плугом что еще мне вот в этого плуга есть крепление под отрезной диск и у поляков на ул x на польском несколько плугов я видел у которых они укомплектованные отрезным диском у кого он стоит вверх ногами у кого стоит как положено но они у людей есть дождь прошел надо это все дело за солидолить укрывать надо может кто-то напишешь и небережно отношусь к технике но люди добрые была бы возможность он бы стоял бы меня в гараже по регулировкам ничего не склала никаких проблем все элементарно просто по поводу колеса полистал я нашу литературу поборозлил интернет и у нас везде написано что регулируется колесо плуга стоять как можно ближе к центру ну есть там размеры какие-то ну приблизительно все центру я поставил максимально хомут креплению отрезного диска колесо почти сзади корпуса что я увидел у поляков у поляков я увидел то что у них вот этот хомут стоит вот здесь а колесо выходит вообще дальше заднего корпуса чем это обусловлено не знаю надо попробовать проэкспериментировать ну теоретически на плавающем положении наверно таким плугом не попашешь потому что мне кажется что он будет зарываться в землю идти до упора не знаю вот этот момент нужно все продумать схемка там была польская схемка по наладке плула вот за колесо ничего не сказано нету там где его устанавливать такое чувство как вроде бы став где хочешь да но у них была картинка кинематическая нагрузка на трактор и вот у них нам рисованный плуг колесо стоит так позади приблизительно как у меня и нарисовано что таком случае плуг через центральный винт давит на трактор на заднюю ось трактора когда гружая его получается что плуг давит на трактор не знаю момент такой интересный надо попробовать выдвинуть его назад что что покажет ну я вообще переживал что мой трактор этот плуг не потянет друзьям ну тянет даже на моей резине может кто-то скажет что я жалую что резина тут хорошая это все так кажется у нее есть место где рисунка протектор вообще нет видно да здесь только боковушки остались и так идет больше 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 ну и типа то что есть попробовал я пахать идет он на второй скорости уверенно идет одно уж у меня забарахлил подсос воздуха где-то пошел в топливной системе у меня он начал обороты терять не поддаваться газульке я газу и он дыренчит как них не хватало что еще по полу вот у плуга здесь есть вот такой башмачок ну а есть вот такой башмачок вот он на болтиках и он регулируется вот я думаю может быть этот корпус нужно ставить наперед и тогда колесо выдвигать назад получится как он башмачок этот как ограничитель глубины может таким образом это дело рассчитано будет работать подскажите может у кого-то какие-то мысли есть может я где-то чего это недопонимаю может у кого-то есть опыт эксплуатации долголетний и кто-то что-то уже на эту тему думал вот такой вопросик да будем вместе думать и пробовать к чему это все дело здесь так сделано в принципе он как таковой здесь башмак он поднятый сейчас на всю вот если смотреть по рысочкам да там можно его сдвигать поднятый на всю колесо сзади моменте когда второй момент не удалось мне его заглубить глубже чем на 20 сантиметров вот проехал я пошел промерять первую борозду как положено он там лишь бы зарылся а вторая борозда уже регулировочная на которой все идутся наладки плух левее правее регулируется и занос хвоста это уже все во второй борозде да и вот уже во второй борозде что в первой борозде что во второй глубина составила одинаковая ничего не изменилось 20 сантиметров как рыл второй корпус что в одной борозде что в двух одинаково сенька в первую борозду когда идешь первый корпус роет слабовато а второй взрывается нормально мне кажется это обусловлено тем что он у меня сильно заваленный на винтах сильно на винтах заваленный и что нету плавающего положения на навеске трактора т-150 дт-75 они переставляются в плавающее положение там вытягивается болт и навеска ходит в плавающем положении может тут что-то надо такое делать не знаю ну толком его не поэксплуатировал чтобы сделать такие выводы мне пока только вопросы по наладке как что пашет он исключительно тут вообще 25 сантиметров это же не 35 глыб как таковых нету он стелет фахота визуально красивая я думаю кто видел видео с этими плугами те знают что пашет он красиво ну вот такие вот вопросы именно которые меня вообще никогда не было я не думал что я столкнусь с регулировкой колеса но выставил посередине поехал нет тут от поляки пригородили такую конструкцию и второе вот регулировка должен ли идти плуг в плавающем положении или нет вообще теоретически должен по книжкам написано что в полевых условиях надо переставлять плавающее положение в зафиксированном положении только при транспортировочных работах навеска эксплуатируется тут все время наглухо может сделать надо что-то доделать сделать про ушами вот так тут размер этих про уши небольшой сильно не позволит тут плавающее положение сделать будем крутить в общем друзья прогнозируют у нас чуть-чуть погоду по суше может дожди перестанут и начнет это все дело подсыхать и вот тогда мы уже заедем землю и тогда будем все эти вопросы разбирать ну пока все на данном этапе мне надо сделать сюда втулочки поставить в кого-то я в интернете видел плуг аналогичный и вот там стояли втулочки я еще глянул так сильно не придал этому значения но нужны они тут и пока я поле на нем не заеду больше выводов я по нему пока сделать не могу так что так друзья всем спасибо за внимание хорошей вам благоприятной погоды дожди чтобы вошли только вовремя не туда когда им хочется хороших урожаев всем спасибо до свидания